друзья привет привет ну что вы думали гонка мини-трансад законченной с ней закончились наши репортажи а нет у нас есть еще пара козырей в рукаве сегодня поговорим о некоторых явлениях которые встречались у нас на втором этапе гонки это особенные трансатлантические явления и в этом репортаже мы поговорим о саргазах на самом деле это была реально большая проблема для всех мне казалось что проблема только моя я шла одна никого не видела и мне казалось что только я встречаю на своем пути так много этих водорослей но на самом деле проблема была для всех кто-то может быть был более удачлив встречая меньше полос саргазов кто-то был менее удачлив и встречал больше прямо как такая полоса препятствия она встречали их все и решали эту проблему все по-разному что такое саргаз саргаз и это род морских водорослей которые живут на морском дне но когда их отрывает они всплывают и начинают дрейфовать по ветру дрейфовать по течению и иногда образуют такие целые острова цепляясь друг с другом они не размножаются просто дрейфуют 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 распространены в теплых морях в теплых океанах и имеют второе название морской виноград на них есть такие небольшие как бы ягодки листики и ягодки все это выглядит достаточно мило когда ты смотришь на одну веточку саргаза но когда ты встречаешь целое поле и когда это поле врезается то есть ты врезаешься в это поле на своей яхте это перестает быть милым и ты уже не очень любишь саргаз и они лучше для тебя не морской виноградик а морское чудовище каждый из их сменов вынужден придумать свои способы борьбы с саргазами свои способы как очистить лодку от этих водорослей они налипают прежде всего на руле если ты встречаешь даже маленький кустик почему-то обязательно он прикрепится к твоему рулю и если ты встречаешь большое поле то ожидаемо все это будет у тебя на келе когда ты имеешь скорость любую скорость на самом деле большую или маленькую рассчитывать на то что саргаз и слетят сами собой не приходится такое никогда не происходит практически и можно часами идти имея саргазы на келе как правило это чувствуется в первую очередь снижается скорость во вторую очередь начинаешь чувствовать вибрацию в зависимости от того насколько много у тебя этих саргазов прицепилась но в любом случае даже небольшое снижение скорости от маленького кустика на помноженное на расстояние и на часы хода дает существенную потерю в дистанции в пройденной дистанции поэтому как только у тебя есть подозрение что прицепился саргаз нужно обязательно это подозрение развеете то есть проверить и попытаться его снять чтобы проверить если саргаз и я использую камеру gopro опускаю ее вниз но чтобы это сделать мне приходится снизить ход потому что если я не могу опустить камеру на скорости 10 узлов я ее очень трудно удержать и в пузырях воздуха которые образуются по ходу вот в турбулентности которая вот от камеры создается просто невозможно что-либо разглядеть поэтому чтобы сфотографировать или заснять на видео саргаз и мне приходится сбавить ход ну хотя бы до 6 7 узлов соответственно либо увалиться либо потравить паруса любым способом снизить ход снять все это дело увидеть если саргаз и сколько их и дальше уже решать что я с этим буду делать ну с рулей понятно саргаз и снять достаточно просто если они близко к днищу то можно просто рукой их оттуда выдернуть они кстати достаточно жесткие то есть разорвать прицепившуюся веточку саргаз и не так уж и просто их эффективнее снимать пучком вниз для этого мы используем специальные палки с крючками палка которая достаточно длинная чтобы ты мог продвинуть ее до самого низа пера руля и такой крючок который позволяет зацепиться на скорости за собственно перо изогнутый крючок а ты его зацепляешь выше саргаз и продвигаешь вниз саргаз слетает с рулями достаточно просто с одной стороны с другой стороны ты проводишь очень много времени на коленках снимаете саргаз и иногда бывало такое что я только сняла один саргаз а сверху уже прицепился новый и таким образом я повредила колено просто снимая саргаз на тот момент я шла уже в основном правым галсом и больше всего страдает по две треный руль тот который несет большую нагрузку на него больше всего прилетает саргазов и они чаще всего там задерживаются вот поэтому стоя все время на правой коленке снимая саргаз и я в итоге получила внутреннее воспаление саргаз и нам начали встречаться в этой гонке примерно за 500 миль до финиша то есть фактически это несколько дней до финиша сначала были такие небольшие клочки небольшие веточки которые цеплялись за рули и все было мило спокойно но в какой-то момент в какой-то день начали попадаться целые поля и как правило въезжала я в них тогда когда было не так и каким-то очень важным делом первое большое поле первое мое столкновение с этой напастью случилось когда я слушала принимала прогноз погоды от организаторов по радио соответственно это меня занимает примерно 40 минут чтобы принять записать 40 минут меня не было на палубе и лодка въехала в поле саргазов и весь этот день были саргаз и саргаз и саргаз вот примерно в такое пятно я и въехала каждый шкипера разрабатывает свою тактику и технику избавления от этой напасти как снять саргаз и скиля я много об этом думала кто-то используют длинные веревки с удочкой на веревке завязывается на каком-то расстоянии несколько узлов это должна быть достаточно мощная тяжелая веревка которую можно закинуть то есть которая полетит твоя задача встать на носу лодки с помощью удочки закинуть веревку чтобы она прошла на другую сторону под корпусом чтобы она достигла келя то есть ты сам бежишь обратно в район келя и дальше тянешь таким образом саргаз и должны вместе с этими узелочками за него зацепиться и сойти проблема в этом способе несколько на яхте мини мы имеем очень длинные бушприты и очень пологие ватерштаги соответственно тебе нужно закинуть эту удочку под ватерштагом но при этом над поверхности воды изначально чтобы она полетела это очень очень непросто все это время ты проводишь на носу яхты на баке соответственно чтобы это исполнить как только ты становишься на баку тебе начинает топить нос и начинает вести в брочинг тебя меняется баланс лодки и просто так во время нормального хода нормального режима просто так пойти на бак нет так не получится соответственно придется увалиться придется валиться придется потерять скорость и какое-то время запускать эту удочку полностью убедиться в том снял ли ты все саргазы или нет опять же приходится только с помощью камеры gopro для этого нужно все это дело бросить пойти на корму заснять все это с помощью камеры gopro и так далее так далее так далее если саргазы не все удалось снять нужно повторить все маневры снова на это уходит достаточно большое количество времени но способ действенные некоторые им пользуются у меня такая удочка была на моей предыдущей лодке но я ни разу не смогла ничего с помощью нее снять вернее у меня были все время сомнения как бы да или нет вот насколько это эффективно но пользоваться можно второй способ это привестись против ветра и постараться пройти задним ходом сразу скажу что пройти задним ходом переведя грот квантом как это делается на многих яхтах на миннике в одиночку невозможно потому что ты должен в тот же момент управлять на рулях то есть ввести ее по прямой чтобы рули не переложились и ты не можешь одновременно и грот толкать и рулить поэтому единственный способ это срубить спинакер чтобы тебя не дрейфовала то есть тебе нужно получить скорость чисто назад не в бок если скорость будет в бок то саргазы останутся на месте ничего с ними не случится соответственно рубим спинакер резко приводимся и дрейфуем в левентик назад способ достаточно действенные и я им пользовалась в гонке в сильный ветер когда ветер был больше 12 узлов я использовал этот способ соответственно после исполнения нужно опять же заснять все ли саргаз и сошли чистый ликель этот способ достаточно быстрый но так или иначе заставляет тебя полностью остановить яхту и даже пойти задним ходом следующий способ самые надежные с точки зрения убедиться что все в порядке это нырнуть нырнуть и снять саргаз и руками когда-то один понятно что нырять с яхты оставлять яхту вообще занятие достаточно опасное нужно быть уверенным в том что ты делаешь уверенным в своих силах и заранее продумать как ты на нее залезешь после этим способом я пользовалась достаточно много когда ветер был не очень сильный 12 узлов и меньше потому что на самом деле у меня вот это вот у меня была паранойя что вдруг что-то останется на келе да и вот это вот несколько раз остановить лодку в левентик несколько раз заснять несколько раз пытаться закинуть удочку это все как бы трата времени и трата хода в итоге я во многих случаях решала просто нырнуть чтобы быть уверенной для этого в одиночку я полностью рубила паруса спинакер грот из таксель в слабый ветер ты идешь без такселя поэтому в общем-то вырубишь только спинакер и грот лодка продолжала дрейфовать по ветру немножечко со скоростью примерно один-полтора узла я завязывала себе узел на руке выкидывала длинную веревку с кормы чтобы если что могла ее подхватить чтобы быть привязаны к яхте ныряла в районе вант спрыгивала в маске подныривала снимала рукой пучок водорослей отпускала его в свободное плавание тут же возвращалась кормы залезала там у меня есть специальная веревка которая на которую я могу наступить и подняться хватаешься за бакшток наступаешь на веревку и ты уже внутри тут же ставишь грот тут же ставишь спинакер и погнал дальше на такую операцию меня уходило 7 минут полностью вот момента когда я решила срубить паруса до момента когда я их подняла и уже иду полным ходом 7 минут я пыталась посчитать сколько будет потеряв том или ином способе в общем плюс минус получалось одинаково но в случае с нырянием я была уверена что я их сняла вот единственная беда когда ты попадаешь в большое поле саргасов пока ты снимаешь одни могут прийти в другие ну что пошли а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Все ночи обходилось без крупных пятен, то есть я снимала только с рулей. Но сегодня днем очень много, очень много саргасов вокруг. Продолжение следует... Такой вот небольшой с виду пучок травы способен не то что полностью остановить лодку, но украсть у нее те необходимые 2-3 узла, которые нужны, чтобы выйти на серфинг, на глиссирование. В итоге лодку не подхватывает и средняя скорость очень-очень маленькая. Короче, итого 7 раз с 3 до 9 вечера. У меня больше нет комментариев. Сейчас наступает ночь, посмотрим, что будет ночью. Опытное реание с фонариком у меня уже есть, но повторять его в одиночку в Атлантике не очень-то хочется. Ну вы поняли, сейчас ночь, а я в полотенце. А зато лодка снова летит. Надеюсь, что мы не все проиграли. В итоге у меня в какой-то момент развилась паранойя по поводу саргасов. Мне все время казалось, что у меня как-то что-то не так, что я чувствую какую-то вибрацию, что вот что-то мне там опять прилипло на киль. С этим было достаточно трудно, потому что иногда это были какие-то действительно необоснованные чувства. Потому что ветер тоже был достаточно трудный в этот момент. Он менялся по силе, он немножечко менялся по направлению. Иногда реально казалось, что вроде бы ты идешь с нормальной скоростью, иногда казалось, что ты идешь как-то слишком медленно. И вот эта вот паранойя с саргасами, это был трудный психологический момент. Поэтому для меня чисто психологически было важно нырнуть и знать, что я их сняла. Достаточно много я провела времени, обруливая саргасы. То есть когда я замечала, что мы начинаем встречать отдельные веточки, было уже понятно, что дальше пойдут больше и больше и больше скопления. Я просто проводила время на палубе, снимала с автопилота и обруливала. Иногда получалось так, что такая длинная вереница, цепочка этих саргасов, что у тебя просто не получается ее обрулить. Ты не можешь идти так низко. То есть тебе нужно идти по сути чистым фардаком, они же располагаются по ветру, и ты должен идти вдоль них тогда по ветру. И тогда ты ищешь какую-то перемычку, ищешь место, где можно пересечь, но с большим риском что-то подцепить. И в итоге как бы подцепил, 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 и нужно снова их снимать, нырять или проходить в левентик. Я ныряла как-то даже ночью, именно из-за своей паранойи, потому что ночью невозможно опустить вниз камеру, ты ничего не увидишь. Даже подцветив фонарем, ты не увидишь, она не добьет до келя. И дважды я нырнула ночью, рискнула, сняла саргасы, шла дальше. Но была последняя ночь, последняя ночь гонки, и было уже достаточно много шкваликов. И в какой-то момент я заехала, я прям почувствовала, я заехала в большое поле саргасов. Это было уже под рассвет, я была очень уставшая, потому что я не спала всю ночь. И вокруг меня были такие вот эти шквалистые облака, я периодически меняла стулькера. И в таких условиях я, конечно же, не рискнула, я не стала нырять. Это все-таки опасно. Я выполнила маневры, приводилась и пыталась снять. Иногда это получалось, иногда нет. В итоге, дождавшись рассвета, я уже точно засняла, что у меня на келе. Сделала несколько маневров с обратным ходом, то есть разворачивалась против ветра, и мне удалось их снять. Но в любом случае, это была большая потеря. Последняя ночь для меня была достаточно драматичной, потому что я прям попала в полосу препятствий. По сравнению с Себастьяном, с которым мы тогда боролись, и с Санги, с которым мы были недалеко, и были бы шансы, может быть, их опередить на самом финише. Но реально для меня ситуация разложилась так, что я получила и шквалы, и саргасы, и больную коленку. В общем, все на свете. Себ сказал, что он не получил ничего, ни саргасов, ни шквалов, то есть все прошло стороной, и у него была хорошая скорость. Мне не очень повезло, но зато я получила огромный опыт. Как всегда, в каких-то трудных ситуациях, что мы получаем? Опыт. И самое такое было эмоциональное, когда я уже шла последние мили перед финишем, и снова саргасы, и я уже такая, да ладно! В общем, саргасы представляют достаточно большую проблему для гонщиков. И сейчас идет транзакт Джек Фабор, и передают с бортов яхт о саргасах тоже, фотографии, видео, и все на них жалуются. В общем, вот такая вот напасть бывает во время транзатов.